Девочки, мальчики, всем привет! Заказ от Фаберлик я принесла, но думаю, видео уже длинное, наверное, получилось. Поэтому сделаю отдельное видео. Колготки изумрудного цвета. Когда забирала в офисе их, в офисе Фаберлик, мне менеджер, ну менеджер же она там, да, кто выдает, говорит, вы пробовали эти колготки? Я говорю, да, я уже брала. Она говорит, согласитесь, какое качество. Качество обалденное. Ну, я согласилась, конечно, потому что у меня такие есть, чёрные и зелёные. Я уже их носила, и хочется свеженькие. Прямо свежачок взяла. Размер взяла XL. Или 2Х. Какой я размер взяла? Даже не знаю, тут всё заклеено. XL. Да, XL размер я взяла. Самые большие. Вы знаете, когда большие, они подольше служат. Не надо их натягивать. И что я заказала для дочи? Витаминки. Она в этот раз у меня была. Говорит, мам, что-то энергии у меня нет. Ну вот, витамин D3 взяла. И кальций с витамином К2. Пусть пьёт, девочка моя. Вот. И себе взяла витамин D3. Кальций. В общем, себе и дочи. Два таких и два таких. Кальций у меня ещё есть. Витамин D3 у меня уже на исходе. Поэтому пусть будет в запасе. Так, что-то тут всё поясняю. А, мне эти купоны положили. На 50% скидку. В прошлом заказе не было. Вот в этом заказе два купона. В этот раз у меня на 3 219 рублей. Это витамины в основном. Ну и колготки. Колготки, по-моему, по 199 рублей. Колготки. Колготки. Колготки по 295 рублей. Эти колготочки 295 рублей стоят. Девчонки рекомендую. Приятные очень колготки. Ну и действительно, как вы мне и говорили, Лена, это гигиеническая помада в виде капсулы, красивенная. Вот бы мне в прошлый раз взять побольше на подарки. Чего-то не догадалась. Я взяла две. Думаю, попробую. А вдруг не понравится. Такая оказалась классная помада гигиеническая. Но уже нет. Поэтому взяла вот такую апельсиновую. У меня тоже такая есть. Я сейчас ей пользуюсь. Классная. Она такого персикового цвета сама. И апельсиновый аромат. Вот взяла две. Зима долгая. Я те уже все раздарила. Вот такие дела. Вот такой заказ. Доченька придет. Порадую ее витаминками. Ну и там много чего ей. Набрала шампунь, гель, кремы разные для зимы. То, что нужно. Ну и сейчас все разложу по пакетикам. И подарки будут ждать своих хозяев. Придут ко мне, когда будут дарить. Всем привет. Я сегодня натуральная вся. Без капли грима. Вообще лень. Просто пошла погулять. На почту зайду. Письмо дедушке Морозу. Такой ветерок. Но очень тепло. Прямо он, наверное, южный даже. С юга. Привет. На мне сегодня зеленая кепка. Зеленый палантин. И такие же зеленые перчатки. Вы представляете? Вы представляете так подобрать? Со снежинками. Сейчас, наверное, в магазинах продуктов толпы. Эти бедненькие сборщики товаров. Как они называются-то? Ну, в общем, сборщики товаров в Сбермаркете. Наверное, там зашиваются. Снег такой мокрый, липкий. Но здесь-то еще ничего. А там, наверное, на дорогах-то, наверное, квашня. Да, в автобусах. И сегодня никуда ехать не надо. Я сегодня отдыхаю. Сейчас на почту иду. Посылочку получу. Вчера пришла на почту получить посылку. Там все просто забито было. Даже на выходе люди стояли. Но я поняла, что не получить без вариантов. Там простоять надо три часа, если не больше. Поэтому решила, думаю, завтра пойду с утрицем. Сейчас вот, наверное, около девяти. Ну, уже светает. Денечек начал пребывать. Так что теперь с каждым днем будет все светлее и светлее на минуточку. Небо такое хмурое. Прямо серое-серое. Сегодня ничем себе баловать не буду. Сегодня я на водичке с лимоном. А завтра буду бодренькая. Энергичная. А сегодня такое полусонное состояние. Проснулась рано, а что-то все лежало. Валялась. Мелиску гладила. Что тут творится? Дорога какая-то серая. Вообще погодка замечательная. Тихо. Такие птички поют. Ну, это... Ой, теперь перед морозами. Думаю, в январе-то ой-ой-ой, жахнут. Народу никого. Представляете? Такая тишина с костей. Ну, как. Передо мной была девушка, и после меня двое подошли. Все. Напитывайте какое-то брезище. Развезли песок. Что, Мелисточка? Ты меня ждала? Ты меня ждала? Отвечай. Что молчишь? Мелис. Ты меня ждала? Жду ночь. Вот тут прямо и лежала, да? Грустила. Вот так грустила. Вот так ты грустила? Ой, так еще грустила. А еще как? А еще как моя звенточка грустила. Голодала, грустила. Скажи, что мелишь? Что мелишь? Голодание это не для меня. Мамча. Красота моя неземная. Что бы я без тебя делала? Грустила бы, конечно. Ну, а сейчас вот весело. С утра веселуха как начинается и до вечера. Ох, сладулька моя. Мне тортик привезли только что. В это время 9 было. Сейчас уже 10 час. Вот. Привезли мне тортик прямо на дом. Заказала женщине одной. Она стряпает тортики, пахлаву. Но пахлава, как-то она кусочками продает. Кусочек 90 рублей. Вот такой медовый тортик. Честно говоря, думала, что края тоже будут крошкой. Вот как медовые тортики. Тортик хочу, мама! Тортик дай! Мелисочка, Лиза придет. Будем с ней чаевничать. Думала, крошечкой вот так она его обсыпет. Ну, нет. Не обсыпан крошечкой. Ну, а так сверху красиво украсила. Глазурь шоколадная и крем. Наверное, сметанка. Ну, похоже, что сметанный крем. Вот такой тортик. Получился на здесь кило 200. Кило 200. Да. Я заплатила с 15% скидкой 650 рублей. Вот. Привезли прямо к подъезду. Только вышла и забрала. Сейчас на балкончик его поставлю. Он уже, наверное, пропитался так хорошо. И все. Лиза приедет и будем с ней чай пить. Мама придет. Оля придет. В общем, будет нам весело. Вот такой, девочки, тортик. Не знаю, где эта женщина живет. Наверное, березовки. Потому что мне привезли, наверное, самый последний. И привез мужчина, который возит пельмени. Я вот пельмени, манты заказываю, долму иногда. И вот этот же мужчина привез. Может, они родня. Ну, ладно. Я сейчас ничего не могу про него сказать. Потом расскажу, когда попробуем на вкус. Ну, так хотелось, чтобы бачка были с обсыпочкой. У Оли, у моей сестры, очень хорошо получается медовый торт. Но она его всегда посыпает. Он у нее просто красавчик. И Оля делает круглые. А этот вот такой прямоугольничек. Ну, надеюсь, будет вкусный. Можно заказать с посыпкой сверху, опять же. А с боков он такой же будет. А можно вот такую шоколадную глазурь. Ну, я заказала шоколадную глазурь. Хотя цена одинаковая. Килограмм 600 рублей. Но у меня 1,2 кг она попросила 650. Вот так. 1,2 кг она, по-моему, сказала. А почему 650? А, ну, скидку, наверное, сделала мне 15%. Ну, точно. 15% скидку. Ну, вот, девочки. Короче, показала вам тортик, который я ждала. Я сама не стряпуха. Тортики не стряпаю. Поэтому вот заказала, деньги заплатила. И теперь будем наслаждаться. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.